Ладно, давайте уже Соболь его поссорим. Мне так интересно, что же он там наговорил. Может он забайтил всех, и на самом деле он не завершает свою карьеру. Кто его знает? Приостановка канала, закон о запрете рекламы для инуагентов рушит всё. Всем привет, друзья, меня зовут Николай Соболев, и я посчитал... А шо грустный такой сразу? Шо ты посчитал? Нужно прокомментировать последние новости. Нихера себе, Коля, шо так дизлайков много. Которые, по сути, для меня являются фатальными, я не смогу больше зарабатывать на своей деятельности на территории... Подожди, а шо это тут зелёный спонсор? Стоп, стоп, досмотри до конца. Лолский Маркет это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нём информацию. Сделка пройдёт гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Ты ж пиздобол сказал, что не сможешь зарабатывать, почему тут спонсор, блять? ...на территории России. Законопроект принят в третьем чтении в Государственной Думе во время записи ролика. Я не сомневаюсь, он будет уже одобрен Советом Федерации. Стоп, подожди, стоп, стоп, стоп. Последние новости, которые, по сути, для меня являются фатальными, я не смогу больше зарабатывать на своей деятельности на территории России. Законопроект принят... ...на территории России. А если ты не в России, то можно тогда что-то? ...в третьем чтении в Государственной Думе во время записи ролика, я не сомневаюсь, он будет уже одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Депутаты заявили, что важные законопроекты нужно одобрять быстро. ...законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иноагентов. Они и так находятся на содержании у Вашингтона, Брюсселя, Лондона. И речь... О, Брюссель. Не, Брюссель мне еще пока деньги не присылал. Лондон тоже. Вот Вашингтон кормит. База, как говорится, кормит. Вашингтонская. Да-да. Но они мне, они, видите, я сразу, я как вот, как тот самый иностранный агент, пока еще, который не иностранный агент, я скажу, как это работает. Они платят не долларами, они просто присылают пакеты с продуктами. Вот. Причем иногда даже с просрочкой. Ну, видимо, бюджета не хватает сейчас. Вот. Все уходит в карман Байдену. Ну, а остатки, скажем так, ну, нам еду присылают там каждый день по пакету. Там консервы всякие разные, конфетки там, короче. Ну, так и живем, короче говоря, да. Вот такие вот мы иностранные агенты. Сейчас идет также о возможном запрете использовать социальные сети для иноагентов. Вот это я вообще не понял, блядь. Типа, о каких социальных сетях речь идет? Типа, во Вконтакте иностранным агентам запретят пользоваться, то есть, вот, российскими социальными сетями. Потому что, как они могут запретить, например, мне пользоваться, там, Телеграмом? Ну, они же, идите вы нахуй, блядь. Телеграм не ваш. Или, я не знаю, Твиттером, или Инстаграмом, или Ютубом, или Твичом. Как можно это запретить? Что за бред? Погоди, ты не рофлишь? Реально пакет с просрочкой? Да, да. Вы знаете, нарратив про блокировку Ютуба, он за последние два года тоже никуда не испарился. И, по сути, не блокировка Ютуба, это согласие. Хе-хе, сука. Ну, ты нашел кого цитировать. С поджогом военкоматов и со всем остальным. Извините, что говорю жестко, но это правда. А я, как вы могли заметить, за последние полтора года и на агент. И это, конечно, для меня тяжело физически и тяжело ментально, особенно в преддверии большого юбилея, который на носу находится буквально. 8 марта 2014 года я начал свою видеоблогерскую деятельность на Ютубе. Наш канал абсолютно неожиданно для всех и для нас в первую очередь стал популярным. За блогеров и вся перспектива. Скоро мы покорим телевидение, скоро Лепс будет покупать у нас рекламу. Как ни странно, проект Ракомакофо людям... Ха-ха, купил рекламу. Зашел и я даже подумать не мог, что через 10 лет, в преддверии юбилея, я не то что не буду планировать возобновление старых проектов. Будьте бдительны, обращайте внимание на проблемы других людей, ведь вы сами когда-нибудь можете оказаться в беде. Я не мог подумать, что я даже не смог... Неплохой проект был, Ракомакофо. Я даже, помню, смотрел. Не смогу об этом подумать, не смогу это спланировать, не то что я не захочу это планировать. Вот разные мысли были и блогеры, как вы знаете, популярные, угасали на глазах, они выгорали или кто-то... Серьезно, ты решил вот этот кадр смотря на рот ставить? Да. Там снаркоманился, с кем-то вообще что-то непонятное. Ты на кого намекаешь сейчас? Что-то происходило. Надо танцевать, да? Сейчас я... Ха-ха, ну, это да, тут по факту как бы, блядь. Там популярным снова хайпану. Я предполагал, что я могу не захотеть через 5 или через 10 лет... Слава богу, пока что я в этот список не вхожу. Заниматься видеоблогингом. У меня были разные периоды, я несколько раз даже хотел уйти с ютуба, но... Причина первая, почему Николай Соболев ушел с русского ютуба. Дело в том, и это обиднее всего, что сейчас совсем другое время. Я не выгорел, я полон энергии. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Я получаю огромное удовольствие от того, что я могу разъяснить какие-то сложные вещи, Но новый законопроект ограничит даже цитирование. То есть я для себя... А шо ты ноешь-то, блядь? Чо ты ноешь, нахуй? Весь год тут рвал жопу себе, блядь. Пытался всем доказать, что Россия права, а все остальные нет. Везде и всюду враги. В итоге теперь стоит с грустным лицом, ноет у стены кирпичные свои. Ой, ну я че, ну я это, ну это самое... Ну теперь вот так вот все плохо, ничего не могу. Блядь, не знаю, что делать. Блядь, помогите, ментально сложно, тяжело, блядь, физически пукнул. Я не смогу покупать рекламу. Ну за шо боролся, блядь, на то и напоролся, дурачок, нахуй. Кламу. И не смогу нигде появляться. Это многое меняет, и дело тут даже не в деньгах. Потому что деньги совершенно не главное для меня. Я думаю, каждый понимает, что экономически не очень рационально. Например, тратить месяц, чтобы выложить гигантский материал про книги, например. Это нужно не... Почему? Ну как? Ну ты же за, 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 за что там? За правду, так деньги здесь не главное, разве нет? Которым людям это нужно далеко не всем, это нужно мне в первую очередь. Потому что я хочу высказаться. Не заработать или хайпануть, как в старые добрые времена. Я стараюсь поколению рассказать, что нормально, а что нет. Цель моего блога не распиарить Диану. В глубоком прошлом эти времена, я думаю, что многие могли заметить. Я ищу другие подходы, я ищу другие методы. Но вот, к сожалению, те методы, которые я нашел, не очень совместимы. Бедные, Коля. С новым законопроектом. Каждый год качество видео растет. Я думаю, вы могли заметить. И пока... С каждым годом твое лицо растет. Это вот что я заметил. А качество... Ну я не знаю, ну что тут изменилось, по-моему. Качество как было в 15-м, так и в 24-м. Ладно, камера поменялась, окей. Камера изменилась, хорошо. Объектив поменялся. Свет, освещение стало лучше. Окей, хорошо, ладно. Но качество в каком плане? Как по мне, так оно стало хуже. Раньше ты был более объективным. Сейчас, извини, конечно. Но как тебя признали иностранным агентом, так все, посыпался, блядь. Картинки по проработке сценариев, количество сил, которые я трачу сейчас. Стена реально покраснела, смотрите, блядь. Там она была такая бледная, а здесь уже прям красная. В 25-м году уже страшно представить, что со стеной будет. Туюта. Коля, оставь стену в покое, блядь. Что ты ее красишь, нахуй? Часы тратил в 2018-м году, например. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. Земля плоская. А вы идите нахуй, вообще. Ну это даже сравнивать нельзя. Ну, Коля, ну реально, ну сравни. Ну ты тогда был вообще более позитивным, жизнерадостным. А сейчас что? Стоишь возле красной стены, грустный какой-то, взгляд попущенный, я не знаю. Депрессивный какой-то, я не знаю, да. И теперь вот все. Где радость? Где тот запал? Где? Нету? Я акцентирован, как вы знаете, на поиске всего, что связано с темой вообще. И на это уходит очень много времени. Неважно, о чем видео, о Израиле и Палестине, о книгах, например, или о сериале «Слово пацана». И вот с таким подходом, который я выбрал из интереса, и с таким путем, по которому я иду, когда заработки с рекламы упадут в 8 раз, ну честно говоря, планировать что-то становится очень сложно. Можно что-то снимать, но такой подход мне не вытянуть. У меня упало за 2 года, даже, наверное, ну 8 раз где-то, да. Ну шо теперь? Ну шо теперь-то, блядь? Шо мне теперь? У меня нет... Казино. Давай вместе казино стримить, Коля. Как тебе такая идея? Давай. Попробуем шоу, скооперируемся. Большой команды. Ради благого дела. Есть свои плюсы, но все как есть точно не будет. Говно кикает. Можно поменять подход, мне говорят, да, но... Я не понимаю, зачем выкладывать видео, если ты досконально не разбираешься в теме. Вот зачем это, в принципе, нужно? Многие так работают, действительно, там, садятся за столы. То есть ты зарабатывал 80 тысяч долларов? Нет. Меньше. Ну а то, что упал доход, это же факт. Рекламодателей-то нет из России. Я поэтому, я не понимаю смысл этого закона. Ну ладно, я окей, понимаю, что у Соболева он реально там рекламировал какие-то компании российские. За мной опять приехали. Но в моем случае, я их... Они ко мне сами не приходят, блядь. Из-за моей позиции просто, и все. За мной только, блядь, вон, скорая приезжает, дурка. И торгуют вот всеми этими банальностями. Это такой конвейер простых истин, когда человек буквально реагирует, эмоционирует на какие-то заголовки из телеграма. Иногда некоторые блогеры вообще не считают нужным, наверное, прочитать сценарий или нет у них никакого сценария. Они не знают, что им приносят в папочках. У некоторых хорошо получается, у некоторых харизматично. У некоторых получается, как мне лично кажется, бессодержательно. Конечно, это профессионально. Конечно, это коммерчески очень выгодно. Почему ты это говоришь-то, блядь? Это вечный, очень простой контент. Как рубрика сидеть и рассказывать новости, пояснять что-то. Это здорово. Как основная деятельность. Мне это просто неинтересно. Вот одно дело, когда ты тратишь месяц на подготовку материала. И существуешь за счет некоторой рекламы, которая иногда появляется. Мне много не нужно. Я никогда не гнался за количеством. А другое дело, когда в рекламе-то просто ограничен. И вот так сидеть месяцами, месяца закончатся. Сначала у нас была закрыта, как вы знаете, монетизация. Большая ли это проблема? Настолько... О, нихуя. Вот, 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 вот можешь ведь, да? Нормальных людей сюда видос свой вставлять, блин. Она критична. Ну, вообще, если честно, да, это абсолютный пи***ц. Будет меньше монтажеров, будет меньше операторов, потому что будет меньше доход. Я знаю, мало кого это волнует. Ну, там, блогеры сами разберутся. Это волнует только, наверное. Все, походу, Соболев понял, что он там как-то не на той стороне, походу, да? Вот начал уже Шевцова цитировать. Так, глядишь, в следующем видосе уже немного другая позиция теперь у него будет. Потом опять... Ну, как это было в начале войны. То есть он сначала был против, соответственно, да? Записывал видосы более-менее базовые. А потом... Че-то, блядь, началось. Сейчас, глядишь, опять, возможно, на другую сторону перейдет. Коль, мы тебя ждем здесь, на нашей стороне. Тут человек в России. Все понимаем. Не в ту дверь зашел. Но сейчас, в принципе, доход с рекламы запрещен. Есть бренды, которые дают многомиллионное финансирование. Юлю, Дудюк, Сини, Собчак и всем остальным. Давайте нападать. Мы должны создать свой VPN. В прошлом году, как пишут СМИ, на рекламу у иностранных агентов российские компании потратили 133 миллиона рублей. Чего, блядь? Бюджет российских рекламодателей на рекламу в Рунете стал 563 миллиарда рублей. На рекламу у иностранных агентов компании потратили 133 миллион рублей. Ебануться можно. Мне даже рубль не перепал, нахуй. Че за говно? Ну, я не иностранный агент, конечно, но тем не менее. Иностранных агентов, которые у нас записывают видосы, ведут блоги на ютюбе, не так уж и много. Это можно все эти 133 миллиона сейчас взять, поделить на кого? Кац, Варламов иностранный агент, потом Соболев. Кто там еще? Иностранный агент. Мне кажется, тут большую часть денег Кац себе забрал. Вот сука, а. И на рекламу у иностранных агентов российские компании потратили... Майкл Наки, Штефанов. Я не помню, у Штефанова вообще какая-то реклама есть, как он вообще живет. 133 миллиона рублей. Не волнуйтесь, друзья. Ну, теперь лавочка закрыта, это абсолютно точно. Как реагируют рекламодатели, многие спросят. Ну, 80% рекламодателей... За год 133 миллиона. Тем временем Мелстрой, который за один стрим 300 миллионов рублей поднял, блядь. Два года бюджета, блядь, иностранных агентов. Сразу же отменяются, то есть они сразу же разворачивают все контракты. Все договорились. Слил, нет? Он слил и потом получил обратно. Договоренности никого, ничего, естественно, не волнует. Я этих людей прекрасно понимаю. Некоторые просят удалять какие-то посты из Телеграма, которые ты в январе публиковал. Штефанов с бустой Патреона зарабатывает, понял? Это правда, да. Иноагенты лишатся десятков миллионов рублей. У меня доходы чуть скромнее. Я, как уже сказал, что не гнался за количеством. То, что эту рекламу можно как-то импортозаместить, да, найти какие-то зарубежные компании, это миф. Я открою секрет, зарубежные компании тоже боятся этого статуса. Поэтому мне нужно поделиться, что прежнего формата не будет в проект временно. Ну, не знаю, это какие именно, что за компании такие? Приостановлено, наверное, до того, как я не найду какие-то новые форматы. Вот это первая эмоция, типа, да ладно там, разберемся как-нибудь. Давай, давай, что, новый формат, стримы на Твиче. Давай, подрубай, давай. Начинай стримить. А твоя аудитория тебе донатики будет отправлять. Ну, а что еще остается-то? Будут какие-то обходные пути, эта эмоция чуть поутихла. Многие пишут про стримы, мол, за... Во, так, ну, ну. Веди стрим. А что ты ржешь-то, блядь? Не, не хочешь? Не вывезешь в прямом эфире, не получится, да, без сценария. Возле стрины записывай, да? Эх, ну ладно, что? Иди, принимай донаты, но, знаете, я ничего не могу сделать со своей эмоцией. Когда я вижу, что какой-то блогер начал заниматься стримами... Охуенный ты пример привел, вообще, просто. Не, я тоже был блогером, ну, летсплейщиком. Начал стримами заниматься. Ну, вполне себе нормально получилось. Нахуй ты вот это показываешь. Подожди, мол, строй брилли на лоса тоже? Охуеть. Я такой, ну, блядь. Такое. Многие пишут... А нахуй ты показываешь, что, блядь, что? Типа, стримы разные бывают. Или что? В твоем понимании, стримы это обязательно бриться на лоса теперь, что ли? Трэш какой-то делать? Пиздец, блядь. Ну, у него стримы это все, это молстрой и больше ничего. Ну, сделай свои стримы. Со своей подачей, я не знаю. О политике сиди говори. Ну, как СПБ. Пишут про донаты от людей. Многие пишут, что поддержат люди. Это, наверное, действительно так. Опять же, помогали пожертвованию. Так, смотрите. Теперь Кац, цитирую. Сначала Шевцов, теперь Кац. Коля, мы знали, что ты справишься. Мы знали, что ты поймешь. Да, для этого пришлось, скажем так, чтобы, ну, произошли определенные события в России, которые тебе прям по башке как дали нахуй, аж проснулся. И до сих пор помогают. Я не буду собирать донаты с подписчиков. Я не хочу. Я просто не хочу этим заниматься. Я не... Какой правильный и хороший Коля, блин. Не хочет донат собирать. Хочу клянчить что-то. Ну, скиньте мне денег, чтобы я снимал для вас видео. Коля, я таким был, знаешь, в 2013 году. Тоже тогда сидел такой, да не хочу я донат с подписчиков брать. Да блин, ну, это как-то некрасиво. Как-то стыдно, что ли. А щас... Уже как много лет. Да, нормально, чё. Клеер Редфилд Спасибо тебе большое за новую платную подписочку Да, платную подписку Спасибо Конечно, есть организации А сейчас, эщ, 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 блядь Я ваша дешевка За все эти донаты, блядь, вообще Реально, на коленях постою и на голове И говно покушаю И на лосо побреюсь Все, блядь, животное просто Ну реально, ну я про себя Ну реально Есть люди, которые нуждаются гораздо больше в том, чтобы вы им скинули деньги Время сейчас тяжелое Да, да не тяжелое время В сравнении с теми людьми, для кого оно реально тяжелое Не буду шутить шутки Мол, о, теперь буду чаще ездить на метро Оно нравится даже американским миллионерам О, спасибо А, ну ты при меня Я просто на метро тут катаюсь Вынужден В Москве жил, не катался на метро, на такси Тут, блядь, на метро приходится ездить Так мы отправились туда, чтобы взглянуть И то, что мы обнаружили, потрясло население Не хочу себя, в принципе, жалеть никак, друзья И не надо меня жалеть, как там пишут в каких-то пабликах Вроде, там, блогерских пабликах Кто жалеет-то, я не понимаю Да, конечно, но жалость это самое ужасное чувство, которое убивает личность Рассчитывать на исключение списка Мол, вот многие говорят, на улице подходят Слушай, а почему ты попал вообще в этот список? Ты же не против России, ты же остаешься в России Выйди из статуса иностранного агента Нет, у меня, конечно, никогда не было никакого американского, украинского финансирования Коллеги, они свой выбор сделали Принимают финансирование из рубежа Я не собирал донаты для того, чтобы спланировать подрыв железнодорожных путей Извините, что говорю жестко, но это правда Но сама статистика несколько против этих фантазий, друзья За последние несколько лет, там, пара-тройка человек вышли из списка иностранных агентов Я не знаю, что это за люди Какой-то адвокат вышел в 2022 году Умирать я, например, а это позволяет выйти из списка иноагентов, тоже не собираюсь Хотя это очень классная, доступная причина для выхода Нам выжить тоже будет непросто Мы посчитали наши потери и обнаружили, что недополучим около 34 тысяч долларов в месяц Ежемесячных доходов Некоторые каналы, например, проект Екатерины Гордеевой уже поставил проект на паузу Алексей Пивоваров уже уволил часть команды Максим Кац посчитал ежемесячные убытки в 34 тысячи долларов И заявил, что, может, будет снимать не каждый день, а раз в два дня Большая потеря для честной аналитики из Ютуба, ничего не скажешь Возможно, даже пойдет на пользу Максиму Кацу Потому что ежедневно снимать видосы, у него там чаще всего просто вода какая-то То есть ты там слушаешь видео, а оно не несет никакого вообще смысла Никакой смысловой нагрузки, просто... Может быть, если он будет раз в два дня Пускай так, возможно, и видос станут более содержательными А не вот это... Че, блин, зачем ты это рассказываешь? Нахуй мне вообще нужна эта информация Как хорошо, что я знаю одного стримера, который бедней и очень нуждается в моих долларах Держу Айла, спасибо за 2 доллара. Спасибо, ребята. Я ваша дешевка. Спасибо за ваши донаты. Я лишь скажу, что прежнего формата можно пока что не ждать. Я не знаю, в каком формате. Мне нужно будет снимать, как я буду перестраивать свою жизнь. Открою секрет, мне придется ее перестраивать. Последние 2 года я никогда об этом не рассказывал. Это очень тяжелые на самом деле 2 года. Вот так вот внешне все выглядит замечательно. Придется перестраивать ему жизнь. Коля, надо было это делать 2 года назад. Уже надо этим думать. Он, блин, спустя 2 года понял, что, оказывается, надо что-то менять. Как-то надо, видимо, ну, поосторожнее быть. Но черная полоса настала в жизни. Ой, ну вот те самые, ты же говорил, да? Не делятся вроде мир на черное и белое. А тут, оказывается, черное-то все-таки пришло в его жизнь. Блин, как же так-то? Ты же говорил, что там, ну, разноцветное все должно быть. А, ЛГБТ же запретили в России. Все, теперь все, все-таки черное и белое, да? Ты, блядь, как же так-то? Не повезло много раз. Поэтому оставить как есть, как я уже сказал, я просто не смогу. Есть обязательства некоторые перед рекламодателями, которые остались еще. Ладно, сейчас не плачьте, что вы, блин, убер край, не надо. Не сразу же сбежали, типа, до свидания, парень. Это ж, что я планирую оставаться в России. Нет, после вот этого законопроекта я не озлобился на весь мир, не озлобился на людей, на несправедливость все эту. Не озлобился на свою страну, потому что, ну... Потому что, потому что, потому, да? Потому что, ну, терпит Коля, терпит. Все, все надеется, что на него обратят внимание там из Кремля. Может быть, сжалятся, уберут статус иностранного агента, чтобы он мог вообще прям по полной отлизывать, скажем так, жопу Путину. Ну, или же, возможно, и должность какую-то ему дадут. А все что-то вот как-то, блядь, ну... Друзья, для меня это, если честно, не просто место, где я родился и нахожусь здесь формально. Я давно уже перерос, я давно отвергаю вот эту философию космополитизма. Где я, там и дом. Вот знаете, как многие говорят. Да, я остаюсь русским человеком по происхождению, по культуре. Но я не хочу, чтобы это было для меня точкой отсчета. Я не хочу, чтобы... Оля, ну что ты пиздишь, блядь? У тебя есть грин-карта. Ты периодически, раз в полгода, как минимум, точно в США прилетаешь, чтобы у тебя эту грин-карту не забрали. А, дом его этот, да. Ну, если это твой дом, ну что ты так трясешься за грин-карточку-то, а? И прилетаешь постоянно в Америку, м? У московское время было для меня точкой отсчета. Может, я когда-то так тоже подумал бы. Ну, вот Рашка вот это вот, да, Рашка вот все тут через жопу прыгает. У него там родители 110. Ну и что дальше-то? Что у него там родители? Вот именно. Что у него там родители еще к тому же? Чего родители-то в России не живут? Происходит. Надо валить из Рашки. Ну, неужели, база? Бля, я же говорил, Коля переобуется и снова начнет говорить то, что было в начале. Ну, все, наш, наш все-таки. Вот, блин. Так вот получилось интересно, что сейчас то самое время, когда я больше всего хочу сделать какой-то вклад в ту культуру, которая является для меня родной и никакая другая культура. У него, кстати, должны были быть дебаты с маргиналом, видимо, засал. Так он же сказал, что ему месяц надо поднял. Добрый, спасибо большое за 2 доллара. Слушай, ну, может, это стресс там, знаешь, все-таки 2 года, как он говорит, непростые, вот, из-за стресса, соответственно. Понимаешь, за эти 2 года многие постарели так, как будто прошло лет 10. Потому что непростое время, опять же, да? Психологически тяжело людям. Может, он тоже переживал очень сильно. Вот и все. Блядь, эти вот цитаты. Прям, прям, тебя лично Сильвестр Сталлоне предупредил об этом, да? Хуя. А Сильвестр Сталлоне не передавал тебе, что нельзя быть уебком? Ветливый. Это очень опасное, жесткое место. Розовые очки разбиваются стеклами внутрь, вот все вот это, да. У меня, помимо зрения, еще пострадал мой гражданский статус. Бывает. Я уверен, что это не конец мечты. Вот что я знаю точно. Я хотел бы вас поблагодарить за эти 10 лет. Нет, долгие 10 лет на Ютьюбе, это уже гораздо больше того, о чем я мог бы вообще, в принципе, помечтать. Самое важное тут, и почему-то об этом мало кто говорит, это не поймать эту волну хайпа. Это не забраться на пик этого олимпа. Нет, самое важное, нет. Это самое важное, чтобы понять, как с него не свалиться. Конечно, я слился с этим каналом воедино. Конечно, вообще, вот что угодно, если в жизни происходит, там, что угодно я читаю, я просто сразу же пропускаю через призму, вот как бы мне вам об этом можно было бы рассказать, чтобы это было интересно не только мне. Вот сложно будет как-то отказаться, если вдруг социальные сети запретят для иногентов, если вдруг реализуется худший сценарий. Бля, а если иногентам запретят дышать, коли ты тоже будешь это исполнять с большим удовольствием, да? Ну, перестанут дышать. Ну, что, ну запретили же, ебаный род. Вот социальные сети запретили там сидеть, запретили это, блядь, запретили рекламу, нахуй. Ну, ну что, ну, 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 придется, блядь, скажет Коля. Не, я понимаю, еще, ладно, плашку эту ебаную ставить. Потерпеть можно, чтобы штрафы не схлопотать. Ну, блядь, все остальное уж извини, да пошли нахуй в таком случае. Реклама, они запрещают социальными сетями пользоваться. А еще что? Нужно будет отказаться от этой мысли, которая автоматически возникает в твоей голове. Но если так пойдет, если для таких омерзительных людей, как я, запретят все, то, ну, это будет, конечно, потрясение. Для меня... Да ну, и ты будешь это все исполнять, правильно? А вот так получилось, что это стало больше, чем работой за 10 лет. А вы для меня стали больше, чем зрителями из интернета, которые смотрят просто какую-то... И тем не менее, и тем не менее, Коля, ты будешь исполнять все вот эти вот законы российские, да? Если запретят тебе, в принципе, записывать видос, то ты кинешь аудиторию. Ну, потому что закон. А эпоху, что ты тут рассказываешь. А, блядь, вы, мои подписчики, да я там ради вас, да я, блядь. Но билет в Америку ты не купишь, не переедешь в Америку и не начнешь нормальные видосы записывать, блядь. И говорить так, как есть на самом деле. Нет, он будет дальше сидеть и ждать, когда же его, блядь, с него снимут вот этот статус иностранного агента. Когда его признают уже в России, российская власть, позовет его в Госдуму, там. Как Стасика, да? И он будет сидеть вместе со всеми, там, соответственно, продвигать новые законы, ограничивающие граждан России. В чем-то. Понял. Не думал я, что буду встречать юбилей в такой атмосфере. Но есть свои плюсы, конечно. Сразу же понимаешь, кто настоящий друг, а кто не настоящий друг. Кто что-то спросит, кто о чем-то напишет, а кто ни о чем не спросит, ничего не напишет. Просто проигнорирует. Ну, мы же не в курсе, да, мы же не знаем. А что, блядь, какой друг, кто, кто напишет? Тебе друзья перестали писать, спрашивать? Блядь, его еще и друзья кинули. Коля, а ты не думал, что те, кто, возможно, тебе не пишет и не спрашивает, как у тебя дела и так далее? Может быть, тут дело-то не в твоем статусе. Может быть, дело в том, что им не нравится то, какую хуйню ты начал говорить у себя на ютубе. И просто им стало неприятно с тобой иметь дело, дружить, общаться. Это всякое может быть, Коля. Не надо говорить, что все такие вот нехорошие. Может быть, ты все-таки нехороший. Ничего мне спросит, ничего не напишет. Просто проигнорирует. Ну, мы же не в курсе, да, мы же не знаем, что Николай Соболев иностранный агент наш друг. Люди любят эту драму, знаете, вот когда перестанавливаются эти места в социальной иерархии. Люди больше всего любят эти сценарии, когда какой-нибудь царь становится рабом. Или когда раб становится царем. Много кто злорадствует. Я вижу буквально, да, вот. Ну, Коля, это, видимо, второй случай. По крайней мере, он хочет, чтобы так было. В эмоциях некоторых людей это злорадство. Даже в тех людях, которых я лично знаю. Которые даже могут посочувствовать. Но ты понимаешь, да, что на самом деле там так вот, да, Николай, да. Ну, все, все, что закончилось. Злорадство. Ну, тогда есть причина для злорадствования, да. Это то, к чему я испытываю самую большую ненависть. Это буквально физическое отвращение. Но мне не хочется останавливать вас, тех, кто злорадствует. Ловите момент, пока эта эмоция не сожрала вас изнутри. Это обязательно произойдет. А я обязательно... Дед, Коля, мы просто немножечко, чуть-чуть совсем порадуемся. За то, что те люди, которые заслужили подобное, получают подобное. И все. Нам в общем и целом похуй. Понимаешь? Я и все остальные, мы не стоим возле кирпичной стены. И не ноем о том, как все плохо, блядь, этого нет. Теперь не знаем, что делать, да. Нет, мы знаем, что делать. И мы делаем. Обязательно выберусь, я уверен. Спасибо вам. Обязательно подпишитесь на мои социальные сети, на Телеграм, например. Если вы как-то действовали... Которые не запретили еще, да. ...хотите меня поддержать. Это лучшее, что можно придумать. У нас там конкурс как раз запустился только сейчас. На книги с прошлого выпуска, на iPad Pro. Кому нахуй это нужно, братан? Лучше подписывайтесь на мой Телеграм. У меня там розыгрыши премиумов. Вот. И причем, собственно говоря, они будут еще и еще и еще. Их будет очень много, этих премиумов. Можете подписываться, ребят. Да. Все ссылки будут в описании, в том числе и ссылки будут у меня в чате. На моего рекламного менеджера. Если меня кто-то хочет прям совсем поддержать, я буду очень благодарен. Всем спасибо. Это все, что я хотел сказать. Надеюсь, до скорых новых встреч. Пока. То есть все-таки не приостанавливаешь канал. Вот, сука. Я так и думал, что это байт, ребят. Поныл, поныл, блядь. 15 минут. И что в итоге? А в итоге все равно так или иначе будут находить каких-то рекламодателей. И дальше записывать свои видосы. Неоднозначные. Так что, ребята, вы вот плакали, плакали. А на самом деле... На самом деле это просто байт. Я вот, блядь, уверен. Ничего он не приостанавливает. И он будет так же дальше выпускать видосы. Вот, блядь. Вот, блядь. А в США? 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 Вот есть человечная и царь США. А в США? А в США? А в США?